Истинная церковь и лжецерковь Истинная церковь и лжецерковь Другой дух, который не является Святым Духом Дух заблуждения И затем заканчиваю другим Евангелием И я вспомнил, когда размышлял о том Как продолжить серьезное предупреждение Которое дал Павел галатам в первой главе, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И он повторяет, «Повторяю, да будет проклят». И это слово, которое означает «проклят», анафема. Это в греческом очень сильное слово. Нет слова более сильного того, что Бог полностью осуждает и отвергает. И это очень важный вопрос, не второстепенный, а вопрос, представляем ли мы, принимаем ли мы Евангелие Нового Завета, или мы оказались вовлеченными в другое Евангелие. И если мы не раскаемся, то попадем под изреченные Божьи проклятия. И я размышлял над этим очень долго и представил в уме множество жаждущих людей и только один источник чистой воды – родник. и затем тех, кто призван быть слугой, чтобы нести эту живую воду жаждущим людям. И я, так сказать, нарисовал в своем воображении, как бы мы отреагировали, если кто-то бы взял живую воду и умышленно бросил бы в нее какое-то вредное, ядовитое вещество. И то, что предназначалось для того, чтобы нести жизнь, стало бы инструментом болезни и смерти. И это очень простая картина того, что представляет собой извращение Евангелия. И я не думаю, что большинство находящихся здесь сегодня действительно понимают, насколько этот вопрос серьезен. Я не хочу ни на кого указывать, но я чувствую, что Святой Дух показывает мне, что здесь есть некоторые, которые слушают другое Евангелие. И я хочу предостеречь вас. Это яд. Вы подвергаете себя опасности, участвуя в другом Евангелии. И любое другое Евангелие – это яд. это опасность вашей душе. И любое другое Евангелие произведет не невесту, но блудницу. Таково происхождение и источник лжецеркви. Иной Иисус, другой Дух и другое Евангелие. И теперь я попытаюсь дать вам некоторую библейскую картину лжецеркви. И один из прообразов, которые дает нам Писание – это Иезавель, которая не была израильтянкой, но была замужем за израильским царем. И импортировала в Израиль поклонение абсолютно злому демоническому существу по имени Ваал. И когда она получила власть, она стала главным преследователем истинных божьих пророков. И содержала за свой счет или за счет царства 400 лже-пророков. И была ответственна за смерть совершенно невинного человека и его сыновей. Навуфея. В действительности ее можно назвать очень просто – убийца. Теперь я хотел бы продолжить рассмотрение некоторых других аспектов лжецеркви. Большая часть их находится в книге Откровения, и особенно в одной главе Откровения, 17-й главе, которая начинается с того, как ангел говорит Иоанну Богослову. «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих». И затем, чуть ниже в этой главе, стихе 15, ангел говорит, «Воды, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть народы и люди, и племена, и языки». То есть, это картина духовной силы, которая держит в плену большую часть человечества, людей, народы, племена и языки. И то, что она сидит на них, подразумевает управление ими, доминирование над ними. И в Божьем слове «сидеть» часто употребляется в отношении сидения на каком-то престоле. И эта лжецерковь изображается воцарившейся над большим количеством людей. Другими словами, это главное влияние на протяжение человеческой истории. Это не просто какое-то небольшое происшествие. И эта лжецерковь, в особенности, восседает, чтобы править и манипулировать правителями и богатыми людьми. Я хочу предложить вам небольшой намек. Любая группа, которая нацеливается на богатых, по всей вероятности, находится в заблуждении. Иисус сказал, что Евангелие проповедуется нищим. Это не означает, что мы отбрасываем богатых в сторону. Но когда люди нацеливаются на богатых, обычно это не Святой Дух двигает ими. Слава Богу, что богатые могут спасаться. Но когда церковь охотится за богатыми, чтобы использовать их влияние и деньги, то, по всей вероятности, это побуждение исходит не от Бога. Давайте взглянем на некоторые образы. Итак, снова мы в книге Откровения 17, и читаем стих 2, который является продолжением предыдущего стиха. «С нею, то есть с лжецерковью, блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Значит, блудодеяния прежде всего духовные. Это лжерелигия, это идолопоклонство. Но заметьте, первые перечисленные люди здесь, участвующие в этом блудодеянии, это цари земные, правители, богатые. И затем в главе 18 стих 2 говорится, здесь говорится, «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Ее лжеучением, которое навлекает гнев в Божий, ведет людей к духовному блудодеянию. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Опять же, ударение на царях и богатых, в определенном смысле отношение к ней является средством достижения благосостояния. Интересно, какое большое ударение делается в Откровении на купцах. Кажется, что основное богатство сосредоточено в руках купцов. И как человек, который много лет отсутствовал в Европе и затем вернулся, я был впечатлен, что бизнес стал самой важной частью жизни. И все другое второстепенно по отношению к бизнесу. То, чего не может сделать политическая мотивация, делает бизнес. Объединение европейских стран. И если вы прочитаете Откровение, вы увидите вновь и вновь картины купцов. Картины купцов, которые поддерживают эту организацию, потому что она является для них источником богатства. Благосостояние не есть зло. Благосостояние, в конце концов, исходит от Бога. Но получение богатства религиозными средствами, по моим наблюдениям, в результате приводит к проблемам. И я думаю, что есть очень известный, нашумевший случай с радиоевангелистом, который является очень ярким примером опасности использования Евангелия, или так называемого Евангелия, в качестве средства для обретения благосостояния. Я называю это так называемым Евангелием. Это не есть истинное Евангелие. Я не желаю называть какую-либо организацию, но я думаю, вы знаете то, о котором я говорю. Руфь и я были приглашены участвовать в этой программе два-три года назад. Это была телевизионная программа перед самым Рождеством. Это было где-то года четыре назад. Это длилось около двух часов, и мы были, в общем-то, главным гвоздем программы. Но в течение первого часа, первой части, они заняли по крайней мере 20 минут, делая деньги, рекламируя продажу рождественских укол. И у меня было около 11 минут. Во второй части у меня было немного больше, но теоретически все это называлось празднованием Рождества, и мы не подозревали заранее, что все это произойдет. Но я сказал Руфи, нашей ноги здесь больше не будет, потому что эти люди представляют совершенно неверную картину христианства, вводя в заблуждение миллионы людей. Они представляют абсолютно ложную картину того, что значит быть христианином. И я не выступаю против какого-либо конкретного человека. Я молюсь, чтобы Бог смилостивился над ними. Может, им нужно пройти трудный путь к Божьей милости. Но это урок для меня самого. Итак, посмотрим эту картину дальше. Посмотрим снова на Откровение 17, на картину церкви, живущей в поразительной роскоши и блеске. И это очень выразительная и четкая картина Откровения 17, стих 4. «И жена, то есть лжецерковь, обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Ей держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой облудодейству ее». И опять же, золотая чаша — это учение, которым она уводит от истины. Но вы заметили, что она была украшена золотом, серебром, драгоценными камнями, жемчугом. Поразительное и очень показное богатство. И затем, в той же главе, стихи с 11 по 13, 18 глава Откровения, стихи 2, 3 и затем стихи с 11 по 13. «И так яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Заметьте опять, купцы делают свои деньги, используя торговлю в связи с этой организацией. Я думаю, что я замечал в Западной Европе, в Соединенных Штатах такое положение дел. «Если что-то приносит деньги…» Это очень верно в Соединенных Штатах и в Европе. «Если что-то приносит деньги, то этому не нужно никакого оправдания». Все, что нужно, чтобы приносило деньги. Не имеет значения, морально это или аморально, вредно или полезно. «Если оно приносит деньги, то это правильно». И я думаю, что определенным образом Библия показывает нам, что у этого есть духовный источник, и это происходит от развращенности Церкви. Давайте продолжим. Откровение 18, 11-13 стихи. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, то есть о ее разрушении, потому что товаров их уже никто не покупает, то есть когда эта организация уже уничтожена. Товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, и весонные порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, и мрамора, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней колесниц, и тел, и душ человеческих». Опять же, это картина Церкви, которая очаровывает демонстрацией огромной роскоши, чудесными украшениями, очень величественными зданиями и архитектурой. И когда я прочитал все это, то здесь говорится, что все это обращено к Душе, а не к Духу. Вся сила притяжения здесь направлена к человеческой Душе, но не затрагивает человеческий Дух. И затем, в стихе 16 той же главы, когда они видели разрушение этого города, они говорили, «Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными». И когда я однажды прочитал этот стих, ко мне пришла мысль сравнить это с одеянием первосвященника по закону Моисеева. И я заметил, что существует одно существенное различие. Я еще раз прочитаю эти слова и обращусь к Сходу 28. «И она была одета в вессон, порфиру и багряницу». И если мы обратимся к Сходу, 28 глава, 8 стих, то здесь есть описание Ефода первосвященника, который был отличительной чертой первосвященника. Но только одно в одежде первосвященника было, чего не было в одежде блудницы. У блудницы было буквально все, кроме этого. И пояс, и Фода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы из золота, из голубой, пурпурной и червленой шерсти. Что здесь еще присутствует? Голубой. Правильно. У лжецеркви есть пурпур и багряница, но только истинный священник имеет пурпуровый, червленый и голубой. И голубой, как я считаю, всегда говорит о небесном, о сфере Духа. То есть эта лжецерковь действует в области Души. Здесь все обращено к Душе человека. Эстетика, музыка, искусства. Все это само по себе допустимо, но это не касается человеческого Духа. В нем нет ничего голубого, ничего от небесной чистоты. И Павел указывает в Первом Послании Коринфянам, Второй главе, что очень важно для Божьего народа отличать душевное от духовного. то, как вы смотрите на меня, говорит мне, что я должен прочитать эту Вторую главу. Первая Коринфянам, Вторая глава. Прочитаем только последнюю часть Второй главы. Главная суть здесь — развлечение между духовным и душевным. Слово «душевное» нуждается в толковании, так как на слово «душевное» люди обычно неправильно понимают. Но нам необходимо уяснить в себе истинный смысл, чтобы понять, что имеет в виду Библия. Греческое слово, обозначающее душу, это «психе», «псюхе», от которого образуется прилагательное «психикос». Греческое слово, обозначающее душу, «пневма», от которого образуется прилагательное «пневматикос». Вы видите, это та же форма. Затем, как мы переводим «пневма» и «пневматикос» какое прилагательное? «Духовный», от «духа». Итак, логично, что если слово «психе» — это «душа», то «психикос» должно переводиться «душевный». Видите? У нас абсолютно утерян смысл этого слова. Но если вы не переведете правильно, что в действительности означает «душевное», то вы потеряете смысл. В некоторых версиях переводят так «плотской» или «чувствительный», в некоторых «естественный». «душевный» но нам правильно надо понять, «душевный» это от человеческой души, это не что-то чувственное. Итак, стих 13, «что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Я всегда чувствую себя неспокойно, когда люди используют жаргон психологии или психиатрии для объяснения духовных истин, потому что Павел говорит «мы не пользуемся таким языком». Он хорош для своего контекста, но не пригоден для объяснения духовных истин. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Видите, всё время различия между душой и Духом. Душевный человек не может принимать духовные истины, потому что они принимаются Духом, но Духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Здесь указано практическое применение. Для духовного успеха необходимо различать душевное от духовного. народа. И в настоящее время, по моему наблюдению, большая часть Божьего народа не может делать это. И когда я сижу на таком собрании, я часто думаю, понимают ли эти люди, под каким влиянием они находятся. Душевное апеллирует к эмоциям. Это звучит очень хорошо. это возбуждает вас. Вы можете получать душевное стремление дать большое пожертвование, но это не совершает вас то, что Бог хочет совершить. И в целом душевных христиан очень легко обмануть. Будучи проповедником много лет, я очень хорошо понимаю, что значит сыграть роль душевно. Заставить людей плакать или давать пожертвования или сделать их возбужденными, но это не изменяет их. Они остаются такими же самыми, если ты встретишься с ними через неделю. Я должен сказать вам откровенно, что в церкви очень много денег вытягивается душевным образом. Почему я говорю вам все это? Потому что лжецерковь специализируется в области души. Все, что относится к ней душевно. И если вы живете в душевной сфере, вы будете чрезвычайно впечатлены. Это увлечет вас, и вы впадете в обольщение. Но если вы можете различать между душевным и духовным, то вы не будете обольщены. Я увидел это, потому что у меня есть преимущество знать греческий язык. Я видел это различие на протяжении многих лет, но только недавно увидел. Как важно для божьих людей не быть обманутыми душевно. Возможно, это оставит множество неотвеченных вопросов у вас в уме, но когда вы начинаете задавать вопросы и просить у Бога благословения, то Он дает вам ответ. Я пытаюсь подчеркнуть, не знаю, смог ли я донести, эта лжецерковь действует в области эмоций, интеллекта. Она может использовать прекрасный язык, может цитировать стихи, может иметь чудесную музыку, в то время, как истинная церковь очень часто имеет очень простую музыку и может петь тот же самый припев 50 раз и эстетически направленный человек говорит «Это не для меня». Вы знаете, я не защищаю пение припева 50 раз подряд, но существуют моменты, когда это очень духовно. Однажды я с Руфьем были на собрании и молились за больных, и Бог действительно действовал очень мощным образом. Это было в Австралии, и кто-то запел припев, который я никогда не слышал раньше. Он звучал так «Это кровь, это кровь освобождает меня». И там вся песня заключалась в этих словах «Это кровь, это кровь, это кровь, это кровь освобождает меня». И к тому времени, как мы пели этот припев, мы пели его раз 50. И вы знаете, что произошло? Люди получали освобождение. Видите, это не душевно, это не эстетично. И я не говорю, что у божьего народа не может быть чудесной музыки, что истина не может быть выражена утонченным языком, но если именно эта область служит средством привлечения, то это не от Бога. Я не планировал говорить этого, но я почувствовал громадное побуждение подчеркнуть этот момент. Иногда я сидел сзади на собраниях и думал, «О, Господи, сколько это будет продолжаться, что Твоих людей так легко обмануть». Ну, хорошо, давайте продолжим с картиной Лжецеркви. Следующее утверждение находится в книге Откровения, 17 глава, 5 стих. Откровение 17, 5. И на челе написано имя «Тайна Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным». Итак, в духовной сфере Лжецерковь приравнивается к Вавилону Ветхозаветной истории. Если вы спросите, каковы отличительные черты Вавилона, прежде всего он преследовал истинный народ Божий, разрушил Иудейское Царство, но его двумя главными чертами были идолопоклонство и оккультизм. Давайте посмотрим всего лишь на два места. Первое в Исаии, 47 глава. Это говорится о Вавилоне. Стихи 12 и 13. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей». Что это? Волшебство, чародейство, одним словом, это оккультизм. Затем стих 13. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, звездочеты, предвещатели по новолуниям и спасут тебя». Что это? Астрология, гороскопы. Именно на этом специализируется Вавилон. И затем Иеремии 50-я глава, подобная картина 2-й стих. Стих 2. «Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вилл посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Вилл и Меродах – это имена двух языческих божеств. И заметьте, на чем здесь стоит ударение? На идолах и истуканах. И в той же главе, 50-я глава, стих 38-й, «Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумели от идольских страшилищ». То есть, наиболее отличительная черта Вавилона заключается в том, что он был столицей идолопоклонства и оккультизма всего мира. И лжецеркви дано имя «Духовный Вавилон». Видите, в церковь внедряется оккультизм, особенно через движение New Age. И множество христиан не могут отличить, чему учит New Age и чему учит Библия. Но нам необходимо совершенно четко знать разницу. В действительности на протяжении всей истории римская католическая церковь — это не мои личные нападки на нее — сосуществует с идолопоклонническим языческим суеверием. Так что во многих случаях люди, принадлежащие ей, не знают, что есть что. и большая часть миссионерской деятельности христианизировала язычников, не изменив их сердец. Надеюсь, вы не считаете, что я занимаюсь критикой, это просто констатация факта. Это указание на то, что это происходит в церкви. Тот факт, что у некоторых людей есть определенные сверхъестественные способности совсем не обязательно означает, что они от Бога. Я говорю то, что я не планировал говорить, но я сделал это. Следующее утверждение, которое я произнесу, должно пониматься так, как я это говорю. что я хочу сказать, что географически Вавилон в этих главах особенным образом ассоциируется с Римом. Посмотрите на Откровение 17 глава стих 9. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть, семь гор, на которых сидит жена. Исторически, во всей классической литературе, Рим всегда был известен как город на семи холмах. И затем далее, 18 стих. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Я хочу, чтобы вы перенеслись во времена, когда эти слова были произнесены. И они в настоящем времени, во времена Иоанна Богослова. Тогда только один город подходил этому описанию. Великий город, царствующий над земными царями. Это Рим. Правильно. Итак, зачем делать тайну из простого? В откровении очень многое, что не обязательно просто. Но если у нас есть легкое и простое, то глупо отбрасывать его. Затем, эта лжецерковь является духовным потомком Каина. Что было одной из черт Каина? Он был убийцей. Он убил праведника. Это звучит много раз в этой части книги Откровения. Откровение 17 глава стих 6. Я видел, что жена упояна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых и, видя ее, дивился удивлением великим. Это очень сильная фраза, не так ли? Жена упояна была кровью свидетелей Иисусовых. Это не просто убийство случайного человека. Это резня, постоянная продолжительная резня. И затем книги Откровения 18 глава стих 20 и 24. Над ней провозглашается суд. Голос Небес сказал «Веселись осем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд вам над ней. Она преследовала апостолов и пророков». И затем в стихе 24 18 главы Откровения это одно из самых удивительных утверждений. И в ней, то есть в лжерелигии, в этой лукавой, как бы вы ее не называли. В ней найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Разве это не удивительно? Все убитые на земле. Я верю, что если вы вернетесь к картине религии Каины и Авеля, вы сможете понять это. что было причиной первого происшедшего убийства? Лжерелигия. Каин убил, потому что его религия не была угодна Богу, и он завидовал своему брату. Насколько я понимаю, Библия говорит, что если вы проследите убийство до его источника, у него только один источник, лжерелигия. Я оставляю, конечно, это на ваше усмотрение, возможно, вы не считаете, что это правильное истолкование, но мы обязаны утвердить на такое утверждение также. И затем мы посмотрим на суд над этой злой религиозной системой, организацией, церковью, как бы вы ее ни называли. в Откровении 18 глава стихи 8, 9 и 10. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Заметьте, опять же ударение на царях, правителях, богатых, стоя издали от страха мучения ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. То есть Бог собирается осудить ее, осудить окончательно и непреклонно, быстро, одним актом суда. И все, кто богат, попал под ее влияние, будут стоять издали и оплакивать суд над ней. Я предлагаю вам следующее просто как мысль. Здесь подчеркивается, что они стоят далеко от нее. они не хотят подходить близко. И мне кажется, что это может означать использование ядерного оружия. Из-за опасности облучения никто близко не подойдет. Это не утверждение, это просто информация для размышлений. Затем мы подходим к факту, который, возможно, является самым важным. Откровение 18 глава 4 стих. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть, вы видите, очень важно будет отличать истинное от ложного. Потому что к какому моменту истории это не применялось бы, Божий верующий народ предупреждается, чтобы он полностью отделился от этой ложной религиозной системы. И я не привожу конкретные примеры, но я говорю вам, что важно будет отличать истинное от ложного. И помните, что окончательная проверка это посвящение Господу Иисусу. Хорошо. Давайте оставшееся время посвятим картине истинной церкви. я попытаюсь выделить те детали картины, которые особенно отличают ее от лжецеркви. Вернемся к эфесянам 5-й главе. В определенном смысле большое облегчение обратиться к этому. Я нахожу, что то, другое все-таки немного угнетает. Но бывают времена, когда нам приходится пройти через это, чтобы посмотреть на факты. Прежде всего, это учение о взаимоотношениях между мужьями и женами как христианами. Но это также используется Павлом для иллюстрирования взаимоотношений между Христом и Церковью. И затем Он говорит женатым христианским парам. Вы сами можете являться пророческим знамением. Знаете ли вы это? Ваши взаимоотношения являют тип взаимоотношений, которые есть у Иисуса с Его Церковью. Вам не обязательно произносить проповедь, вам нужно просто жить христианской супружеской жизнью. То есть здесь содержится вызов. Я тоже женат, и это также применимо и ко Мне лично. Теперь давайте посмотрим, что Павел говорит об этих взаимоотношениях. Прежде всего в Эфесянам 5, 22, 23, 24 стихи. Жены, повинуйте своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я знаю, что мужчины-проповедники особенно любят этот стих, и я слышал много раз, как им злоупотребляли. Я не буду останавливаться на нем, я просто укажу, что Христос глава церкви, и у него такое же отношение к церкви, как и у мужа к жене, и ответственность жены церкви относиться к Иисусу, как хорошая жена относится к своему мужу, что включает любовь, почтение, подчинение, верность, любящее служение. Итак, вы видите, что истинное разграничивающее различие между истинным и ложным это отношение с Иисусом. И затем Павел, продолжая, описывает, какая церковь будет создана в результате этих взаимоотношений. Стих 25. Я, пожалуй, прочитаю 24-й также. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Церковь повинуется Христу, находится в подчинении Христу. И затем он продолжает и вновь обращается к мужьям. Позвольте мне посоветовать вам мужья, сконцентрируйтесь на стихе 22-м. А также стих 25-й. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, как будет выглядеть истинная церковь? Она будет прекрасна, не так ли? Оно будет славной, будет исполнено Божьей славой. Слово слава означает присутствие Бога в такой форме, в таком виде, которое ощущается органами чувств человека. То есть истинная церковь будет пропитана ощутимым присутствием Бога. Она будет славной. у нее не будет пятна ни порока. Под пятном я понимаю неисповеданный грех, а под пороком какое-то искажение в церкви. У нее не будет ни того, ни другого. Она будет свята и непорочна. сколько проповедей вы сегодня слышите о святости? Я слышу довольно много об успехе, процветании, исцелении. Все это чудесно. О силе. Но Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. То есть если вы достигли успеха, совершенного здоровья и большой силы, но у вас нет святости, то все это тщетно. И я верю, что есть место, указывающее на один главный способ, с которого, с помощью которого Бог произведет святость церкви. Омытием водой его слова. И слово, использованное здесь в значении слова, это логос. Вы знаете, есть два слова. логос, то есть означающие слово, ум, разум, откровение. По-гречески все это логос. Если вы посмотрите в словаре, то вы увидите, что примерно пол страницы он пытается объяснить вам, что означает слово логос. и все это относится к логос. Но слово здесь это другое слово, это рема. Рема означает произнесенное слово. Вера приходит от слышания рема, произнесенного слова. Итак, что очистит церковь? Это изреченное слово Божье. Иными словами, проповедь и учение Божьего слова. И я не думаю, что это сделают 15-минутные проповеди. Я думаю, что потребуются такие ситуации, когда люди так жаждут слова, что они высидят два часа. Вы не можете сделать людей алчущими. Если они не алчут, то говорить им два часа это пустая трата времени. Но во многих частях мира я знаю, что у нас сегодня присутствуют здесь братья из Ганы. Я был в Гане. Ты проповедуешь там три часа, и тебе говорят, почему ты останавливаешься? Мне сказали, что в Китае, когда приезжает проповедник, они крадут или прячут его чемоданы, багаж, чтобы он не мог уехать. И когда он проповедует 11-12 часов, его укладывают в постель и говорят, завтра мы вставим в 5 утра на молитвенное собрание церкви. Мы говорим о церкви в Венгрии, которая выросла на основании одной из моих кассет. Руфь и я посетили эту церковь, когда она все еще воевала и боролась за выживание. И они сидели в очень маленькой комнате, запертой, за навешанными окнами, закрытыми так, чтобы ни один звук не прошел к соседям. И прежде всего, первый час они просто поклонялись, то есть они поклонялись в течение часа. И я смотрел на одну молодую женщину, она не открывала своих глаз, и я подумал, бедняжка, она, наверное, слепая. Но она просто поклонялась Богу закрытыми глазами в течение часа, и затем, когда она открыла их, оказалось у нее прекрасное зрение. Они сидели на узких скамейках, не шире моей Библии, без спинок, и стояла удушливая жара, потому что они не могли открыть окна. И я мог проповедовать в течение трех часов, и они спрашивали, почему ты останавливаешься? Что случилось с церковью на западе? Я верю, что мы нуждаемся в очищающем служении Божьего Слова. Я много путешествовал и заметил, что у разных групп существует разница в поклонении. Харизматы обычно очень свободные в поклонении, но иногда их свобода очень плотская. У нее очень немного помазания. В других случаях она чистая и помазанная и вводит вас в присутствие Божье. Я обнаружил, что в большинстве случаев церкви, в которых именно такое поклонение они очень много времени проводят в Слове Божьем. Именно Слово омывает и очищает нас и делает святыми. И это является частью деятельности истинной церкви. И затем мы посмотрим давайте на Откровение 19, 8 стих. Картина церкви готова и к браку. И заметьте, все небеса радуются. Я думаю, что небеса радуются гораздо больше о будущей свадьбе, чем церковь в настоящий момент. Это подобно тому, что все родственники невесты радуются, в то время, как сама невеста безразлична. Здесь написано, «И дано ей невесте облечься в весон чистый и светлый». В весон же есть праведность святых. Видите ли, когда мы принимаем Иисуса как Спасителя, Его праведность вменяется нам. Но здесь говорится в этом месте Писания не о вмененной праведности. Это внутренняя праведность. Это праведные дела святых. Я думаю, что наши брачные одежды сотканы из многих льняных нитей, и каждая нить является одним праведным действием, которое произведено нами. И тогда я задал себе вопрос, хватит ли многим из нас материала, чтобы соткать себе брачные одежды? Я думаю, что некоторые из нас весьма обнажены. Если вы не изменитесь, я думаю, вам будет стыдно. И затем церковь будет прекрасно украшена драгоценностями, которые есть дары Святого Духа. В первом послании Коринфянам, первой главе, Павел благодарит Бога за церковь Коринфи. Некоторые люди говорят, что дары Святого Духа были отозваны. Павел так не думал. Послушайте, что он говорит. Первая Коринфянам, первая глава со стиха 4. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, то есть это дары говорения, и всяким знанием, то есть дары откровения, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, то есть через дары, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, они будут украшены дарами в ожидании явления Иисуса, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел видел церковь, которая будет прекрасно украшена всеми дарами Святого Духа в день ожидания возвращения жениха. Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Молодой человек влюбляется в девушку, и мы недавно говорили о письме, которое мы только что получили от девушки, которая очень близка нам, с которой недавно произошло подобное, и она недавно приняла его предложение, но говоря в общем, если вы действительно любите девушку, в нашей культуре он покупает ей обручальное кольцо, он приобретает бриллиант или какой-то другой камень, вставляет его в золото, дарит ей, можете вы представить, как эта девушка говорит, дорогой мой, ты мне нравишься, но твое кольцо мне неинтересно, я не хочу его. Как вы думаете, они поженятся? Я не верю, что церковь, говорящая Иисусу, духовных даров, когда-либо станет невестой Христовой. Это совершенно бессмысленно. Нам нужно облечься во все дары. Нам нужно быть полностью вооруженными. Нам нужно быть украшенными. Послушайте, что говорит Исайя в 61 главе 10 стихе. Это один из моих любимых стихов. Радостью буду радоваться о Господе «Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Это прекрасно, но это еще не все. Одеждою правды одел меня. Некоторые христиане надевают ризы спасения, но не надевают одежды правды. Когда вы спасаетесь, вам вменяется праведность Иисуса, и Он облекает вас в одежду праведности. Если вы не радуетесь этому, с вами что-то не так, и затем Он продолжает. «Как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». То есть, от невесты ожидается, что она украсит себя убранством, своими драгоценностями. И если вы в свободное время заглянете в Бытие 24, вы обнаружите прекрасное повествование о том, как Абраам находит невесту своему сыну Исааку. И там четыре персонажа, прообраза. Адам, Авраам, который представляет Бога Отца, Исаак, который представляет Иисуса Христа, сына, и невеста, являющаяся прообразом церкви. Но там есть еще также один главный персонаж, слуга, раб, который является прообразом Святого Духа. И вы видите, что не отец и не сын нашли невесту. Это сделал Святой Дух. И когда он приехал, у него было десять верблюдов, нагруженных дарами. Братья и сестры, я жил в стране, где есть верблюды, верблюды носят большие грузы. Он не был скупым. Когда он узнал, что Ревекка вероятно была той, за кем он приехал, он сказал, если это она, то когда я попрошу нее пить, она даст воду и для моих верблюдов. Это вера и дела, потому что верблюды пьют по 150 литров. И десять верблюдов это полторы тонны, понимаете? Когда она ответила этим, он взял первую драгоценность и надел на нее. И это выделило ее как избранную невесту. С этого момента она была уже драгоценность. Что произошло, если бы она отвергла эту драгоценность? Она никогда не вышла бы замуж за Исаака, но когда она надела драгоценности, он стал отвечать с этого момента за ее обучение, направление и все, что за этим следует. И она, жена веры, отправилась в долгое путешествие, чтобы встретиться с мужчиной, которого видела и выйти замуж. Все, что она знала о человеке, за которого собиралась выйти замуж, и его отце, было из одного источника, Святого Духа. Таково место Святого Духа в церкви. И затем у нас есть время взглянуть на одну окончательную черту. Евреям 9, 28. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Для кого он явится? Не слышу вас. Для тех, кто ожидает его. Можете ли вы представить невесту, зевающей, подперев голову рукой, когда она слышит, что идет жених? Насколько вы усердно ожидаете жениха? Это неотъемлемая черта истинной церкви. Один мой друг проповедник сказал, когда Иисус вернется, он ожидает от церкви услышать нечто большее, чем неплохо, что ты вернулся. Есть еще одно место в послании Титу, вторая глава, где говорится то же самое. Ожидая явление Господа. Сейчас просто задайте себе вопрос, имею ли я черты истинной церкви, не просто как личность, но являюсь ли я частью тела, это истинная церковь, или часть истинной церкви. Это важное решение. Продолжение следует... Редактор субтитров